Добрый вечер, дорогие товарищи! Итак, после зимних каникул у нас первое занятие в университете рабочих корреспондентов. Надеюсь, что вам за этот месяц удалось и отдохнуть, набраться сил, и почитать рекомендованную литературу. Итак, по плану занятий. Собираемся мы по четвергам в 19 часов в этом замечательном помещении. План занятий можно найти на сайте Фонда Рабочая Академия, на сайте РКРП и в газете «Народная правда». Первое занятие у нас открывает Попов Михаил Васильевич, доктор философских наук, профессор Ленинградского университета. Тема занятия «Антиимпериалистическая борьба в современном мире». Я думаю, что разговоров много идет об империализме, об империях, об империалистической борьбе, об антиимпериалистической борьбе. И не мешало бы вспомнить, а что такое вообще империя. Правда? Вообще мы знаем древнеримскую империю, восточно-римскую, западно-римскую, империю Александра Македонского. Мы знаем, что Петр Первый сначала не был императором, а потом стал. На каком основании? Не просто так вот. Ладно, 20-летняя война, Северная война. И только после того, как шведов победили, то после этого стал вопрос о том, что Россия может считаться империей, и, соответственно, монарх может считаться императором. То есть вообще империи называется не всякая страна, империи не так уж и много было, их всегда было мало. Империя – это такое государство, которое распространяет свое влияние на остальные государства и включает эти государства в свой состав, даже если они далеко-далеко, за много тысяч километров, как, скажем, Британская империя включала, колониальная, включала в себя, скажем, Индию. Или формально остается государство независимым, но практически оно действует как вассальное государство, которое подчиняется и экономически, и политически тому государству, которое является империей. Поэтому то, что мы наблюдали еще в довольно древние годы, потом проявилось в себя очень ярко в период колониальных захватов. У нас империями была Голландия, Бельгия, Бельгийской Конго, Испания, сколько у него было колоний в Латинской Америке, Португалия, малюсенькая, крупная империя колониальная, португальская была, Германия. Ну вот, Соединенные Штаты, они пришли поздно к этому пирогу, и у них тоже были колонии, но мало. А распад вот этих империй начался, большой очень распад, после Второй мировой войны, после Второй мировой войны, когда народы почувствовали, что перерезан осло, развязалось и на фоне той победы, которую совершил Советский Союз над Германией, вот в этот, и рассчитывая на поддержку, на международной арене, потому что Советский Союз, так сказать, оказался в числе, так сказать, и постоянно в числе Совета Безопасности, и участвовал в послевоенном устройстве мира, мир должен был быть устроен так, что уже так просто угнетать было сложно. И поэтому, хотя никто из представителей этих государств, так сказать, не желал бы расстаться с колонией, они должны были перейти к другому способу подчинения других государств, и вот прежде колониальные государства, в 50-60-х годах, 20-го уже века, перестали быть колониями и превратились во что? вне ахолонии. А именно, то есть, вот свое правительство, независимые, сами все решают, решают по указке тех же самых стран, которые были митрополиями. Поэтому вроде бы как уже те страны не империи, с точки зрения формальной, а по существу эта зависимость стала увеличиваться. И по мере превращения капитализма в высшую фанзу, высшую свою стадию, по мере перехода капитализма в высшую и последнюю свою стадию империализма, сформировалась такая система мировая, мировая, когда имеются крупнейшие капиталистические государства, в которых господствует монополия, в которых сформировался финансовый капитал, они осуществляют вывоз капитала. Некоторые думают, что вывоз капитала, это взяли деньги и повезли. Если я взял в руки два чемодана, у нас не запрещено вывозить чемоданы с миллионами денег. Если я вот через границу везу 2 миллиарда долларов, то меня никто не может остановить, но я должен написать декларацию, что я, Копов Михаил Васильевич, везу 2 миллиарда. Я составил такую декларацию, посмотрели, и я поехал дальше. И такие люди ездят у нас, у них есть такая постоянная работа. Так что, правда, вакансии все эти заняты. Перевозки денег туда и обратно. По крайней мере, за прошлый год у таких было 7 поездок, когда люди с миллионами долларами, с миллионами долларов, но нет никаких границ. Вот собираются, там можно как-то начать проверять или контролировать. А сейчас, если уголовное дело заведено в рамках этого уголовного дела, ну, можно остановить. А так нет. Но вы обязательно должны составить декларацию. Но это не вывоз капитала. Это, как нам объяснил в статье в «Народной правде» Виктор Иванович Галко, который эту тему знает очень глубоко. Это вывод капитала. Значит, что выводится? У нас, значит, вы, скажем, в той же самой России, которую некоторые рассматривают как империалистическую страну, как бы страну, которая, вроде бы, как грабит другие страны. Значит, наша страна имеет сейчас такую экономическую систему, при которой амортизация, которая вообще родилась, как запись вообще в бухгалтерских книгах. В «Капитале» у Маркса расписано, что надо записывать, сколько вот, в каком году поставили станок, сколько он может, срок службы у него, и, соответственно, соответствующая часть накапливать каждый год. Это издержки производства, этого не входит в прибыль, это издержки. Ну и как у нас вот то, что должно идти на амортизацию, оно идёт, действительно, на амортизацию, на приобретение новых средств производства, вместо тех, которые износили. Нет, не идёт. А что происходит? Амортизационные фонды перекачиваются в прибыль, а прибыль выводится из России. Куда? В офшоры. А там она где-то употребляется, но только не на развитие России. Ни на капиталистическое, ни на социалистическое, ни на какое. Никак оно не употребляется. Поэтому накопление у нас есть капитала? Вы слышали, чтобы наши капиталисты, объявившиеся капиталистами, взяли и какую-то часть прибыли направили на накопление, на расширение средств производства, то есть новые рабочие места? Вот мы слышали, Владимир Владимирович говорил, у нас будет 25 миллионов рабочих мест, на фоне того, что закрывается ЗИЛ, ЗИЛ, в котором было 120 тысяч человек. Закрывается. И там, значит, не знают, что делать. Вот тут у нас будет там Ледовый дворец, потом у нас будут там железные дороги, станции метро, потом прогулочные места, и, конечно, жильё, которое сейчас на 70% пустует в Москве. Это накопление чего? Ну, это накопленные деньги, то есть деньги в виде предметов потребления. Что такое дома? Дома – это же не средства производства, но это средства изъятия денег у населения. Поэтому нет и амортизации, нет и накопления. Поэтому вот с этой точки зрения, если мы посмотрим на современную Россию, мы видим, что современная Россия тоже, так сказать, является в известном смысле, при том, что всякая буржуазия хочет стремиться в нашу эпоху, в эпоху империализма, к чему? Ну, понятно, что каждый мелкий капитал, что хочет стать крупным. А конкуренция, почему? К монополии неизбежна. Поэтому монополистический капитализм у нас есть. Но вот на империалистическую державу Россия не тянет. Если, так сказать, какие-то элементы есть, только связанные с обладанием ядерным оружием и ракетными системами, которые по наследству перешли России и которые не распилили. Хотя ведь распиливали там, деньги американцы платили за распиливание наших лучших в мире ракет. У нас были с десятью разделяющимися боеголовками. А теперь, говорят, новая мощная система ЯРС, она будет иметь, сколько? Три или четыре. Новая, самая современная. А там несовременная имела десять боеголовок. Поэтому мы здесь видим, так сказать, увядание, умирание. И Россия ушла на уровень тех стран, которые их рассматривают. крупные террористические державы, как источники сырья и рынок сбыта. Вот за источниками сырья и рынок сбыта идет битва. И надо сказать, что если говорить об экономической политике России, она этому только и содействовала. Ну, скажем, вот упадет самолет, допустим, помните, с командой хоккейной, сразу товарищ Медведев поступает, что надо прекратить все это, закупать наши самолеты, надо закупать только иностранные. И стали закупать иностранные. И вот у нас закуплено Боингов и аэробусов на такое время, что все это время, ну, лет на 30, не будет больше приобретаться у наших отечественных предприятий такое количество самолетов, которые достаточно для их нормальной работы. Но надо не 5 самолетов в год делать, а 500. Если вы 5 сделаете, то это все вручную. Это не наука и техника. Это вообще отсталый способ производства. Поэтому деньги отданы туда, выведены. Или, скажем, вот у нас есть Уралвагонзавод. Он вагоны делает. А вопрос о поездах, как теперь решается? У нас был, значит, сокол мой, на прикол, Сапсан. К Сапсану добавляется ласточка. Красивое название, уже не немецкое, но это немецкое. Тоже фирма Синус. А к ласточке еще и стриж. И все это летает. За чьи деньги? За деньги, как-то, которые, так сказать, уходят из России. Поскольку, значит, у нас, наше руководство, экономика руководит, не умеет. Это можно совершенно твердо констатировать. Они на, так сказать, вот сейчас на сухом месте, так сказать, себе топят Россию, топят нашу экономику. Потому что говорят, а вот в Америке тоже повышают ключевую ставку. Повысили, да. В Америке ключевая ставка была до последнего времени. От нуля до 0,25. То есть вы получили под 0,25% и работаете. Не вы, а банки. Банки. Вы получили побольше. Ну, мы же банкиры все тут сидят, собрали. Как вы все представляете? А сейчас, говорит, повысили. Но тихо молчат. Насколько же повысили-то? А теперь от 0,25% до 0,5% в Америке. Двое. А у нас во сколько раз больше? В 22. В 22 больше. Ох, как мы обгоняемся. Соединенные Штаты Америки. В 22 раза. То есть вот лучшего способа запереть вообще нашу экономику просто не существует. Но это по чьей команде делать? Вот это и есть то, что нужно американскому капиталу. То, что нужно империалистическому капиталу и тем, кто командует в мире. Значит, при Ленине была такая ситуация, когда можно было говорить, что небольшая кучка, группа крупных империалистических держав грабит весь мир. Грабит, прежде всего, каким образом? Ну, захватывает рынки сбыта. Наша сбывается, так сказать, то, что мы говорим. И источники сырья используются. Вот Россия. Говорит, у нас нефти много. Источник сырья. А у нас, говорит, вот из-за нашей нефти, что у нас ее много, у нас рубль падает. А почему в Японии иена не падает? Там вообще нет никакой нефти. Нефти нет, угля нет. Да ничего там нету. Там одно обрабатывающее производство. И прекрасно они, так сказать, в этом смысле развиваются. Но как она может развиваться? При капитализе не со спадами, с кризисами, но не сравнимо с тем, что здесь у нас. Выключать надо телефон во время записи. С того времени, как Ленин написал свою работу «Имперелин как высшая стадия» картина мира изменилась. Еще меньше стало этих крупнейших государств. Вот если мы на равных почти Соединенных Штатах Америки могли выступать в Великобритании, Франции. А теперь, так сказать, пусть попробует в Европе хоть одно государство решить хоть какой-нибудь один экономический вопрос не в соответствии с тем, как считает нужным поступить правительство Соединенных Штатов Америки, администрация. Я вот был в Греции на круглом столе. И думаю, что они так стараются обходить, это не называется «Имперелин как Штат Америки». А я вот последним выступал, мне дали тогда, когда уже все выступили. Я вообще поблагодарил, конечно, организаторов. Говорю, вот теперь я могу подвести итоги, уже все рассказывали, что происходит. Остается только указать на организатора этого всего дела. Что происходит на Украине, что происходит у нас вообще в Европе, когда идет сначала одно государство разбивается на мелкие части Югославии. Это они, как говорят, все государства теперь независимые и свободные. Даже пересчитать их невозможно, насколько они независимые, сколько их никак не упомнишь. Там Черногория, Македония, Сербия, Хорватия, Косово еще есть. В общем, там много чего есть. Словения еще есть. И все самостоятельные. Но никакой роли уже в политике они играть не могут. Потом, значит, государство с древнейшей историей Ирак. Под смехотворным предлогом, что это надо поскрести. Вот они привезли с собой оружие массового оборужения. На всякий случай надо налететь на вас с самолетами, с армией. И проверить это дело. Потом говорит, ну, ошибочка маленькая вышла. Вообще-то нету. Ну, нету. На всякий случай президента повесили. А он был демократический. Вильбран, это вот Соединенные Штаты распространяют туда демократию на весь мир. Ну, насчет Ливии. Тут подсуетился наш Дмитрий Анатольевич. Говорит, мы, да, там какие-то права нарушаются. Давайте мы, значит, пропустим эту резолюцию. Наверное, вообще политик должен отличаться тем, что он, так сказать, как ты должен, вперед. И что? Так он помог американскому империализму уничтожить Ливию. Конкретно совершенно. Россия тут помогла. А когда увидели, чем это пахнет для России, потому что последующая-то Россия в очередь стала. Следующая стала Россия. Принято со всех сторон окружена. И ее, так сказать, вот сейчас лишили. Сначала говорили, вы купите у нас станки, вы купите у нас то, вы купите у нас все. А вы, говорят, ничего вы у нас не купите. Станки вы можете теперь купить в двух местах. В Китае и в Белоруссии. Больше нигде. А свое станкостроительное производство в сто раз сократилось. В колоссальной степени уничтожено. Поэтому, когда мы говорим, а кто пособник империалистов? Пособники империалистов у нас сидят в правительстве американских. Об этом говорит и советник президента Глазьев. А, скажем, президент с ним не соглашается, похоже. Дескать, мы одобряем деятельность Центробанка. Тогда выступает обмунсмен. Он всегда защищал этих самых бизнесменов. Дескать, если поймали вас за мелкие преступления, вас надо надолго засоветить. А если он бизнесмен, то надо его держать дома, домашним арестом. И хорошо кормить. А теперь он говорит, так это неправильная политика. У нас она не стимулирует вообще никакое наше развитие. Поэтому мы, говорит, выступаем против этого дела. Уже Дерипаска говорит, так у нас банков нет. Это же у нас вся эта система, это ростовсическая. И это происходит на каком фоне? На фоне того, что продолжается поддержка этой империалистической политики. Эта империалистическая политика никуда не снимается с повестки дня. Поддержки экономики крупной империалистической державы и других империалистических стран, которые грабят Россию. И так, это с Россией так происходит, а что говорить о других странах? Вот я видел, что на круглом столе, если кто-то вылезет там и будет говорить что-то против Соединенных Штатов Америки, не будет этой страны. Они же продемонстрируют, зачем это делается, зачем уничтожать одну страну, вторую страну, третью страну. Вы будете выступать, вас не будет. Вы будете выступать, вас не будет. Вы вот выступали уже здесь, товарищ Денис, мы заметили уже. Уже у нас записано там, не первым, правда, не первым. Ну, расставите. То есть, это чувствуют все в Европе. Я как-то был в Бельгии, там был музей сопротивления. Я думал, что так называется, у нас военный музей, музей победы, а там сопротивление. Потому что, ну, вот можете представить, вот Бельгия, она может сопротивляться, скажем, военной машине, гитлеровской Германии. Ну, это даже не о чем говорить. Может, там такая мысль возникнуть в маленькой стране, что мы разгромим, уничтожим фашизм германский. Ну, там мысль такой не может возникнуть в Европе ни у кого. Посмотрите, с Францией как раз делался Гитлер. За две недели. О чем говорить? Поэтому, так сказать, вот Россия оказалась тут на этом самом пути. И поэтому не надо из себя изображать, что мы, так сказать, вот тут вершим эту большую политику. Мы, так сказать, пытаемся удержаться на тех позициях, которые гораздо хуже, чем были у Советского Союза, в смысле влияния на международные дела. Гораздо хуже. И экономический наш потенциал такой, что, так сказать, очень серьезную, такую независимую политику невозможно проводить. Или очень трудно, или и долго ее невозможно проводить. Собственно, это тоже делается расчет. А импортозамещение состоит в том, что, ну, хорошо, но у тебя будут не турецкие помидоры, а азербайджанские помидоры, вся разница. Думаете, что стали у наших селян подешевле брать, подороже брать молочко? Нет, 15 рублей, значит, закупаем, 50 рублей продаем. И вот этот сектор торговый, он тут наживается. Это что, развитие производства? Да это перепродажа постоянная. Короче говоря, значит, то, что говорил Ленин в свое время, что кучка, кучка, небольшая кучка, крупнейших империалистических держав грабит весь мир, а остальные являются ограбленными. И туда выводится капитал. А вывоз капитала, это не вывоз денег, это создание средств предприятий на чужой территории. На этих предприятиях местные рабочие работают по зарплате, по цене рабочей силы в несколько раз ниже, чем в метрополии, так сказать, в самой империалистической державе. И поэтому, когда вот он говорит, ой, что-то к нам не идут инвестиции. Что такое инвестиции? То есть, нам мало еще настроили этих фабрик и заводов, где эксплуатируют, в интересах иностранного капитала наших работников. Мало. Вот вывоз капитала, это строительство. А мы много строим этих российских предприятий, там где-то зарубежем. Мы свои-то не уничтожаем. У нас вообще капиталисты на капиталистов не похожи. Капиталист – это персонификация капитала по Марксу. А капитал – это самовозрастающая стоимость. Она самоубывающая, самосебя уничтожающая, самосокращающаяся. И Россию так постепенно говорят. И на образование будет меньше, и учить будем меньше, и на музей меньше, и на искусство меньше, и на все меньше. А что меньше, а что больше? А больше будут в карманах у наших империалистов, монополистов, которые являются монополистами за счет того, что они разделили и схватили общенародное достояние. Вот картинка. У нас бессильный коэффициент в России, то есть доходы 10% самых богатых и 10% самых бедных – 32. А в Соединенных Штатах Америки – 9. А в Европе – от 5 до 7, а в скандинавских странах – от 3 до 5. Вы пойдите туда, съездите в Финляндию на итало-французском поезде «Алегра», и вы увидите там заборчики скромненькие, и домики скромненькие. А вы поезжайте в разливы, посмотрите, какие там стоят дворцы. Сестрорецк, огромные дворцы. Если увидите дворец, то это значит частное. А если какое-нибудь маленькое здание – это школа, наверное, или. Какое-нибудь общественное учреждение. Значит, то, что говорил Ленин, осталось верным, но еще и модифицировалось. Вот мы еще перед началом здесь обсуждали, что… То есть уже не кучка, а есть, так сказать, если это кучка бандитов и грабителей, то у меня есть пахан. То есть у меня есть главный бандит и главный грабитель, который уже организовал систему. Такую систему, что кто не будет действовать в соответствии с его указаниями, даже если это крупная держава, Франция, например, или Австрия, не такая уж крупная, она вот пришла, всячески выражала любовь к России, к Медведеву, но говорит, только извините, по санкциям это у нас коллективное, мы ничего не можем. Мы против санкций, но мы ничего не можем. А Франция может? Франция не может. А Германия может? И Германия не может. Германцы говорят, надо отменить. Но мы не отменим. А почему не отменим? Потому что не разрешают. Кто не разрешает? Дядя Сэм. Дядя Сэм сейчас, дядя Сэм больше всего вкладывает в копилку НАТО, то есть он все финансирует с армиями оттуда. У нас что, тут французские танки стоят вот в Эстонии, там или в Латвии, там американские стоят, а самолеты какие летают. То есть надо сказать, что картина мира в этом смысле изменилась, и в этом смысле, что появилось крупнейшее государство империалистическое, которое теперь пытается душить весь мир, кроме того, который из-под крыла капитализма выпал. Поэтому я, когда если мы говорим сегодня об антиимпериалистической борьбе, то она последовательна может быть только со стороны социалистических стран. Никакой последовательной борьбы против империализма быть иначе не может. Почему? По той простой причине, что остальные страны капиталистические, а все капиталисты хотят стать большими капиталистами. Правильно? То есть стать настоящими империалистами. Но не у всех получается, но все мечтают. Так же, как вот Америка, грабить мир, печатать бы деньги, и складывать бы это все в карманы, потому что если кто не будет доллар брать, мы на кораблях приплывем и прилетим на самолетах. И обеспечим эту денежную единицу необходимой силой. Так что будете его принимать, а не будете принимать, вас вообще не будет. Примерно так сейчас поступает Соединенные Штаты Америки. И у нас появилось совершенно новое явление, в отличие от того, что было раньше, вот были страны целиком фашистские, а сейчас нет, а не внутри, то зачем им внутри фашизм? Надо дурачить все время с помощью выборной системы. Пускай билетиками голосуют, а вот другие страны, чтобы подчинялись, мы туда прилетим на самолетах, и невзирая ни на какие нормы, ни на какие решения, будем бомбить, уничтожать, закрывать небо и так далее. Что произошло в Ягославии раз, с Ираком два. И хотели это же сделать с Сирией, с Украиной, а про Россию Маккейн же давно сказал. И вообще давно нам уже говорят, у вас слишком много здесь ресурсов, а народу слишком мало. А ресурсов надо как-то решать проблему. Но у нас, к счастью, достаточно крупным является другой полюс, который обязан в свое время и нашей революции, в столетии которой мы будем отмечать в следующем году, и Советскому Союзу, который явился плодом этой революции, и преемником которой стала Россия, и которой теперь приходится и так или иначе нести этот исторический груз, потому что все равно ее воспринимают как преемник, и все к ней обращаются, чтобы она защитила. А эти защитники все норовят, как бы наоборот, сделать в соответствии с тем, что требует иностранный капитал, что требует тот самый крупный капитал американский. Так вот у нас существует Китайская Народная Республика, это социалистическая страна. Ну сразу скажу, что мы вот различаем в науке социалистическая страна и страна, построившая социализм. Страна социалистическая, это страна, в которой была установлена диктатура, совершена социалистическая революция и установлена диктатура пролетариата. Самые главные разногласия, которые были между КПСС и КПК, по двум вопросам. По вопросу о диктатуре пролетариата, что у нас при Хрущеве на 22-м среде выбросили, то самое главное в марксийную выбросили, и Россия сразу перешла, стала переходить, СССР переходить стал в переходный период от коммунизма к капитализму. И второй вопрос, это вопрос о Сталине, который, так сказать, воплотил как раз, собственно, и ленинизм на практике, и реализовывал, и руководил всем социалистическим строительством, поэтому для того, чтобы разрушать социалист, нужно затоптать фигуру Сталина, уничтожить. Поэтому вот те люди, которые сейчас вот здесь подпечатывают плакаты, дарят им, они способствуют тому, чтобы, ну вот по мере возвышения фигуры Сталина, встает вопрос о том, что надо, надо пересмотреть вот то, что единогласно было принято на 22-м среде, соответствующую дань дать этой исторической фигуре, потому что одно дело теории, а другое дело вот практика построения социализма, а что ниже, чем революция просто, ну взяли власти, ну так с этой властью надо еще построить, да еще и удержать социализм. Так вот, социалистические страны, это вот лагерь борьбы, последовательной борьбы против интерализма. В чем состоит борьба? А вот на эту территорию, на этих людей уже никак интерализм не распространяется. Поэтому, скажем, возьмем Китайскую Народную Республику, миллиард 374 тысячи человек, у меня самый свежий данный, 15-й год, миллиард 374 тысячи, даже 542, миллиард 375. Дальше пошли. Вьетнам. Вьетнам. Второе место, соответственно, социалистическая республика Вьетнам. Вот интересна была картина, когда товарищ Медведев, возглавляющий буржуазную партию «Единая Россия», встречался с генеральным честарем партии «Вьетнам». А что делать? Ну или иди к Америке, или иди туда. Америка съест. Значит, пошли договариваться, какой-то там рынок делать общий. Нельзя ли какие-то как-то усилия экономические нам. Но это крупная страна, 91 человек. На 91 миллион человек. Ну, уже, скажем, считай, почти 92. Третье место по численности населения – КНДР. Как вы думаете, сколько у КНДР людей? Вот маленькая страна, 25. 25? Ну, это не маленькая страна, 25. Не маленькая страна, имеет ядерное оружие, имеет ракетные системы. Причем я вот читал такую спокойную, очень смирную газету, вот год назад, статью в газете «Российской». Военный эксперт говорил, что, ну, вот это самое экономное, конечно, для такой страны, как Корея. Это не высокоточное оружие, это очень дорого, это очень финансово емко, а вот это гораздо дешевле. Ядерное оружие, ракеты, и уже никто не тронет. Ну, они так и действуют. Ядерное оружие. Ну, конечно, мы будем делать заявление, мы протестуем. Вы протестуете против испытаний? Нет? А почему? Я протестую. Да они под землей же, Иван сказал, что там под землей, я ходил. Ракеты в нашем фроне летят, но не налетают. Куба. 11 миллионов человек. И кто у нас остался? Лаос. 6 миллионов? Нет, 7 уже, 6,693. Ну, вот, пожалуйста, вам. Это примерно полтора миллиарда человек. Вот полтора миллиарда человек, и это другой полюс. Это вот тот полюс принципиальной антиимпериалистической борьбы, в которой как могут висеть вот эти страны? Они, конечно, экономически пока не сильнее Соединенных Штатов Америки. Все вместе взяты. Не сильнее. Но, скажем, Китайская Народная Республика, так сказать, конкурирует уже по объему валового внутреннего продукта Соединенных Штатов Америки. Конкурирует вполне. Скажем, вся необходимая передовая техника, там, приборостроение, машиностроение, ну, все там есть. Ну, во многом похуже. А в чем-то, значит, приближается. У нас они раньше брали и переделывали. Сейчас они, так сказать, покупают у нас тоже, чтобы потом брать и переделывать. Вот, во всяком случае, Китайская Народная Республика, значит, обеспечивает такую ситуацию, когда полтора миллиарда, и, конечно, надо, прежде всего, к ней внимание привлечь, потому что не Россия. Россия с такой нынешней экономикой, она противостоять, но может только в одном отношении, вот там, где вот можно, где-то военную силу. Она может помочь Китайской Народной Республике. Она и Индии помогает, так сказать, тем, что и танки, и продает, и самолеты. И вообще-то по торговле оружием Россия на втором месте. Вот. Ну, хоть здесь есть военное, хоть машиностроение осталось. А потому что, если не будет военного машиностроения, ну, просто уничтожат Россию. Завтра же растерзают. И тот же Маккейн, который был кандидат, президент, говорил, «Путин, мы стоим у твоих ворот». То есть никто не должен никаких строить иллюзий. А зачем нас окружили со всех сторон военными базами, время подлетное, там, до Москвы, очень короткое. Поэтому здесь не надо строить. Война на Украине идет, между прочим, таким образом, что вот люди и добровольцы там защищают Россию. Вот мы говорим, вот, мы России помогаем. Я не знаю, кто кому помогает. Я думаю, что они нам помогают. Мы, вот, по военной технике помогаем. Добровольцами. А они нам помогают тем, что они Россию защищают. И вот они с Украиной завязали. А как бы они это все было бы в России? Это понятно, что это в России? А это Сирию, это убери теперь Сирию и Украину. Что следующее? Кто следующее? Или там что, остановка? Ну, теперь все. Мы теперь садимся, значит, больше мы не будем ничего делать такого. У нас таких планов больше нет. Как может не быть таких планов, у такой крупной державы, как... Тогда, тогда Россия начинает прибиваться. При том, что она была разная, прибиваться, чтобы ее не съели совсем. Куда? К Китайской Народной Республике, к Индии. В Индии, потому что миллиард триста. Миллиард триста. И зам совмеменное производство. И они, между прочим, не только закупают военную технику, но они еще и сами производят, и просят помочь им, наладить и так далее. Поэтому, но на Индию мы не можем рассчитывать. Почему? Потому что она не может быть последовательным борцом против империализма. Если Индия наберет силу, она может тоже стать империалистической страной. Почему бы и нет? Она-то не социалистическая страна. Вот кроме тех стран, которые я перечислил, и все остальное никаким боком нельзя объявлять борцами против империализма. Почему? Потому что бороться против империализма можно только одним путем. Империализм – это капитализм. А как капиталистические страны могут бороться против капитализма? Никак они не могут. Они просто, когда у них отнимают во время конкурентной борьбы, естественно, они не дают. Никто не хочет отдавать свое. Поэтому все вот эти маленькие страны, более слабые, чем Соединенные Штаты Америки, пытаются свои экономические позиции на рынках удержать. И пытаются, если удается что-то вывозить, хотя бы и не удается вывозить капитал, так хотя бы вывезти хоть какой-то товар. Вывозят. А если у них отберут эти рынки, ну поплачут, и скажут, вот такие-сякие, и свое недовольство будут выражать. Поэтому существуют всякие пустые движения, вроде глобалистов, которые ходят и шумят по всему миру. На это деньги, наверное, выделяются. Вот я бы, скажем, очень бы рад был, если бы, скажем, какая-то была какая-то организация такая, чтобы можно было выделить деньги, чтобы они здесь вот ходили и сказать, долой в Университет рабочих корреспондентов, фонда рабочих академий. К нам народ бы сразу прибежал, гораздо больше людей было бы здесь. Но чего-то таких вот людей нет. Поэтому эти антиглобалисты, это просто зеркало вот этих самых сборищ, когда собирается крупнейшая держава и решает, что дальше делать по уничтожению более слабых государств. Поэтому антиимпериалистической борьбы, в строгом смысле слова, настоящей, кроме вот борьбы, прежде всего, за строительство социализма в этих странах, прежде всего, за строительство социализма, это самая главная борьба, а не за то, что там что-то вы делаете на международной арене. Никакой такой борьбы в общем-то и нет. Поэтому ее особенно и не говорят про нее. Вы слышите такие слова? Вот у нас вот мы сделали такой вот заголовок, поставили, потом начали думать, а где она, эта борьба-то, антиимпериалистическая? А где она? А вот ее, кроме того, о чем я уже говорил, со стороны стран социалистических, ее и нет. А, скажем, ведет ли Россия антиимпериалистическую борьбу? Нет. Россия содействует тому, чтобы Соединенные Штаты свою роль укрепляли, потому что ослабление российской экономики усиливает экономику Соединенных Штатов Америки. И чем? Кто этим занимается? Правительство России этим занимается. А как президент, а президент, вот, содействует этому. А как, что по этому поводу думают, я уже говорил, он бунтсмен недавно, он в «Коммерсанте» разразился большой статьей, сказал, ну, вот, говорит, его спрашивают, а вот же Путин-то не одобрил же вот это вот, он одобрил деятельность Центробанка. Он говорит, ну, а что Путин? Путин же не может все знать. Президент же не может все знать. Президент, говорит, он, его делает команда. А команда у него тянет не туда. Ну, мы надеемся, что, может, он разберется. То есть это говорят уже представители класса буржуазии. А, так сказать, люди, власть придержащие, они никак этого не могут осознать, что они помогают по существу, так сказать, американскому империализму, хотя считают, что они с ним борются. И вот эта самая так называемая борьба, ну, такая мелкотравчатая, дескать, ну, не будем, так сказать, давать возможности сюда подкупать непосредственно на выборах уже, каких-то там, иметь общественные организации, некоммерческие, которые действуют в интересах напрямую на странное государство. Это все хорошо, это полезно, но это мелко. А по-крупному, а по-крупному, надо иметь свое машиностроение, и надо иметь свое приборостроение. Вот я очень рекомендую всем книгу Нобелевского лауреата Жареса Алферова, которая называется «Власть без мозгов». Очень просто и понятно написано. Академия наук громят. Как без Академии наук? Вы вместо того, чтобы дать ей задачу, сделаете стратегический план развития России. Ну, что Ленин в свое время сделал, так сказать. Ну, это вот такие вот, даже... Наш капитал какой-то мелкий, мелкотравчатый и неглубокий. Они даже это вот, ну, в рамках государственного сектора хоть какой-нибудь планчик сделают. А и дальше заказы, программы. Нет ничего этого. Ничего нет. А вы говорите, мы тут на деньги, как потратим резервный фонд? Ну, понятно, вы своим фирмам дадите, они наварятся. Как они его потратят? Что мы не знаем, как они будут выходить из кризиса? После каждого кризиса одни беднеют, то есть народ. А эти богачи? Они только богатые. Это у нас что после кризиса прошлого? Меньше стало миллиардеров или больше? Больше. Так какой кризис? У нас вообще никакого кризиса нет. У нас перепроизводство, что ли, есть? Вот помните, как у Макса написано? Кризис и перепроизводство. Где вы видите перепроизводство? У нас одно недопроизводство везде. У нас разрушается то, что есть. Поэтому, а этот, говорит, вот там выбирает кризис. А раз кризис, не требуете зарплаты. Все равно в кризисе, а вы требуете повышения зарплаты. Надо затянуть пояса. Вот пойдете домой, меньше ужинаете, меньше завтракаете, подтягиваете еще пояса. Вот, собственно, что нам пропагандируют. Поэтому картина такая, значит, не может быть никакой особенной антиимпериалистической борьбы, просто потому, что это вот такая задача анти. Она не соседательная. Надо строить, готовиться к социалистической революции, поддерживать социалистические государства, и они сейчас единственные защитники. Если бы не Китайская Народная Республика, которая в свое время Советский Союз помог и снабдил их, так сказать, и вооружением японским, которое было захвачено после разгрома Квантунской армии, и советским, которые... не везти же его обратно. Все из Дальнего Востока везти. Мы там новое себе сделаем, мы им все оставили. И Маазудун со своей армией победил в Санкайши. А теперь они нам помогают. Чем они нам помогают? Не дают нас съесть. Ну, потому что вот они... Пока они голосуют за нами. Пока мы правильно голосуем. А вот если мы неправильно голосуем, они, к сожалению, тоже голосуют неправильно. Смотрите, как он, говорит, Медведев сказал, что мы по Ливии, я скажу, пропустим эту резолюцию. И те тоже не стали. Ну, говорит, если Россия не хочет, мы не будем. Поэтому китайцы не хотят особенно высовываться. Может, потому что они тоже не очень чувствуют себя очень сильными. А они не очень-то и сильные. Потому что они большие. Ну, знаете, как есть большие государства, как большие животные. А хищник более мелкий, может их съесть. Есть динозавры, а есть тирамозавры. И эта борьба не всегда в пользу этих динозавров кончается, которые едят траву. Делают много-много мелких всяких игрушек. Ну, это что там такое? Что там ручное производство в Китае колоссальное. Там много очень мелких буржуа. Там есть средний... А насчет государственных, ну, не знаем мы даже. Нам никто не расскажет китайский язык. Вот я не знаю. Я не могу узнать, что там есть в Китае. У нас прочитать это абсолютно негде. Тоже так же мы не знаем, какая экономика в Соединенных Штатах Америки. Они ничего не пишут. Они рассказывают, что у них в магазине. Да вот то, что у нас, то и у них. Куда вы сейчас не поедете, везде один и тот же ассортимент. Везде одной тоже продают. Паунти. И эту самую, Сче Гевара, Мальки. Везде. Ну, вот такая в этом смысле картина. И, к сожалению, я хочу сказать, что среди представителей, так сказать, левых или коммунистических сил существуют такие наивные представления, что, так сказать, что вот, дескать, уже сейчас вообще другое. Нет интервью, нет интервью, нет такого ограбления, нет этих грабителей, не они всем правят. Ну, и нет понимания того, что появились новые формы борьбы. Вот фашизм на экспорт, о чем мы говорили не раз, здесь это новое явление. Вот, скажем, Россия действительно, она противостоит фашизму на экспорт. Фактически так вот сложилось исторически, и так сложилось политически, что она единственная сейчас защита против фашизма на экспорт. Плюс Китай, который пока, пока он на первой линии не выходит, но поддерживает. А больше ведь ничего и нет. Ну, кто бы мог, вот кто бы, так сказать, помог бы еще, тоже там, и Луганску, и Донецку, кроме России. Никто бы и не помог. Это буржуазная компания, буржуазная. Ну, а мы это видели в период Великой Отечественной войны. За демократию и против фашизма выступала империалистическая буржуазия Соединенных Штатов Америки и Великобритания. Ну, а Франции тоже, можно сказать, ну, они-то мало, от них что зависело, они были уже разгромлены. Ну, так сказать, немецкой армадой военной. Поэтому и этот опыт игнорируют тоже. Ну, это Сталин, наверное, они неправильно действовали. Или это вообще этот опыт, давайте его забудем. Или вообще забудем, что такое фашизм. А фашизм – это не нацизм. Сейчас вот называют, в Греции, говорят, есть вот там нацисты. Золотая заря. Они не нацисты, а националисты. Националисты есть вообще в любой буржуазной стране. Есть буржуазные страны без буржуазного национализма? Нету. А ещё есть страшнее – шовинизм. Это не просто, что вот я больше люблю свою нацию, чем вашу. А я вашу ненавижу. Это шовинизм. То есть это ненависть национальная. Но это всё равно не фашизм. А фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных кругов финансового капитала. А я уже тут говорил, на этом не останавливаюсь, что для того, чтобы иметь финансовый капитал, нужно иметь, а, настоящую, так сказать, свою промышленность крупную, и, б, нужно иметь настоящие банки. Чтобы, так сказать, наши же капиталисты не говорили, что это просто, как Дерипаска говорит, ну, это же розовщитческий капитал. Он покупает и перегоняет деньги, и себя обогащает. Да вот вы вливаете в банки, а эти деньги все уходят в карманы этим же самым нашим воротилом финансовым. А воротил хозяйственных у нас вообще нету. У нас растащить могут любой самый крупный объект, вроде даже космодром Восточный. Ушло туда, сначала говорили 12 миллиардов, потом, говорят, 6 уже прокуратура говорит. А сейчас и про это молчат, чтобы никого не наказывать. А уголовные дела по поводу того, что зарплату не уплачивают, там где-то 120 миллионов всего. А где 6 миллиардов? А молчание. У нас есть прокуратура, у нас есть... А финмониторик вообще разгоним сейчас. Финмониторинг не нужен, потому что что там? Начнут копаться деньги, деньги, давайте лучше этих, которые копаются, уберем. Так что у нас в этом смысле стоит очень плохо в этом смысле дело. И вот в этом смысле у нас кризис, кризис, так сказать, в экономическом управлении страной. А политическое управление страной без экономического управления успешным быть не может. Какое же успешное политическое управление, когда народ будет жить хуже, хуже и хуже. Выходит министр экономического развития, если бы завитие, понятно, и говорит, а вы, вот товарищ, должны привыкнуть к новой экономической реальности. А что это значит? А привыкнуть, что будет кушать, будете меньше, работать будете больше. Вот в этом составит его роль, как министра экономического развития. Ну, некоторые товарищи в другие времена, конечно, такого министра прогнали, я думал, что может и расстрелять бы. И это, наверное, было бы справедливо. На этой, так сказать, оптимистической ноте разрешите их закончить. Переходим к вопросам. Вы все время повторяете, что Китай – социалистическая страна. Вот какие признаки того, что... Признак один, социалистическая страна, только один признак. Если власть рабочего класса установлена, страна становится социалистичной. Пока мы знаем, знаем, установлено, пока не произошла контрреволюция, пока не уничтожена эта власть рабочего класса, у вас есть основания сказать, что там диктатура уничтожена, а у меня нет оснований. Там социализм не... Что мы видим? Ничего вы там не видите. Я там ничего не... Да ничего вы не видите там. И я не вижу. И не знаем, мы никакой информации не имеем, потому что ни вы, ни я по-китайски не читаю. Мы знаем, вот последнее произведение, которое я, так сказать, ясно читаю, это вот замечательное выступление Мао Цзэдуна против Хрущева. Оно напечатано в сборнике, посвященной по Сталинской конференции в конце. Жалко, что мелким шрифтом. Почему мы его крупно не напечатали? Ну, оно висит и на сайте фонда рабочей академии, можно скачать. Он там показывает, в чем неправы были, неправа была верхушка руководства КПСС, и что это, так сказать, приведет к самым тяжелым последствиям. От этого что, отмежевался Китай? Не отмежевался. От Мао Цзэдуна? Нет. Не отмежевался. Там что, с Мао Цзэдуном проделывает то, что у нас со Сталином? Нет. У нас тут нет оснований говорить, а то, что там может сто лет будет переходный период. Ну, это же Китай, это у вас там 10 лет, а для них это 100 лет надо. Вы попробуйте с ними договориться о чем-нибудь. Скажем, мы вам пришлем ответ, а ответ через 5 лет. Михаил Васильевич, он спрашивает, перейдут ли они или назад? Не знаю. Михаил Васильевич, я думаю, что конкретно у нас, ну, в смысле таких... Нет, я знаю одно, я знаю одно, что страна социалистическая, она находится в переходном периоде. Вот все страны, кроме Корейской Народной Демократической Республики, это страны, в которых социализм не построен. А в КНДР построен. Я вот там был 9 недель, вот на Викторской Республики, в частности, посылок. И я вам, так сказать, подтверждаю, там прекрасно живут люди, это настоящий социализм во всех отношениях. Ни бомжей, ни проституток, ни грязи. Прекрасное образование, отличная культура. И как только ты в самолет садишься, уже нет этой дурацкой музыки, оглупляешь. Что? Корейская Народная Демократическая Республика, Северная Корея. Северная Корея. Страна утренней сверности. Что? И производство свое как раз. И производство свое, их все время критиковали в советский период. Что здесь говорят, вот, тут у нас страны сэх, мы тут все разделили, потом все утонули, а они, поскольку они это, так сказать, тогда делали, на 5-й случае свое. Еще свое. Вот, поэтому у них нет своего нефти. Нефти нету, вот у них нефти нету. И поэтому, когда мы там были, вот, нас возили на Мерседесах, а автобусы не ездили. Не ездили. На нас возили. Хорошо, ладно, время не будет. Но все-таки... Значит, еще раз, вы не путаете. Мы должны не путать, каковы перспективы. Перспективы переходного периода такие. Переходный период между капитализмом и коммунизмом, который начинается с установления власти диктатуры, диктатуры патриата, он чем может закончиться? Либо переходом к капитализму, либо переходом к коммунизму. Вопрос снял. Или даже расход освещён. Как я не говорю, кто кого? Вы знаете, кто кого? Я не знаю. И что вопрос? Мы с вами сочувствуем тем, которые хотят победить? Ну, вот и всё. То же самое на Кубе. Куба была социалистической страной. Потом нынешнее новое руководство после Фиделя Кастров. Братец пришёл. Братец говорит, надо нам самозанятых сделать, как во всех других цивилизованных странах. Что такое самозанятые? Мелкобуржуазия. Мелкобуржуазия. Миллион изъяли из государственных предприятий и говорят, вы давайте купите три козы, или что там у нас? Посадите там три дерева, и там будете собирать фрукты и продавать. И получился миллион класс мелкобуржуазий. Куда ушёл, так сказать, кубинский строй в переходный период? Теперь это, если раньше это была страна социалистическая, построившая социализм, теперь это социалистическая страна, не построившая социализм. Вернее, построившая, а потом обратно его, так сказать, убравшая. Поэтому там тоже переходный, опять кто кого, не решился вопрос. Во всех остальных странах, тем более, Вьетнам тоже самый, переходный период. Это социалистическая республика Вьетнам. Там есть коммунистическая партия, там есть генеральный секретарь. Они никогда от диктатуры при этом не отказывались. Но чем там закончится? Ну, это же не война. Попробуйте вы построить экономику в такой стране, где 90 миллионов. У нас-то 150. Это уже почти столько, сколько у нас в России. Потому что мы не отличаемся от этого. У нас все меньше и меньше становится. А у нас, говорит, а вот мы думаем, мы еще продлим этот материнский капитал еще на два года. Я-то думал, что это никогда его не отменят. А мне кажется, нет, нам потом скоро и через год люди не будут нужны в России. Как-то от такого додумываться можно. Это вы просто удивляете. Это президент выступает и говорит, что мы решили оставить еще. А может, вы решили и не трогать, если он есть? Интересно. Так что вот так. Пожалуйста. Тема вашего выступления – антиопилептическая борьба в современном мире. Правильно я понял, что вы говорите, что основной борец – это система социалистических стран, которая пока не борется, может быть, своей слабостью, может быть, еще что-то. И на первый план этой борьбы вышла та сила, которая по своей сути такой не является – это буржуазная Россия, потому что она находится в буржуазной борьбе. Нет, нет. Они поддерживают демократические формы капитализма. Сейчас что будет у нас под влиянием России в Донецке и в Луганске? Буржуазные государства будут там, ни какие-то другие. Другой вопрос. Против американского фашизма, кроме России, еще социалистические страны борются? Нет. Не борются? Нет. То есть Россия… Они поддерживают, как бы смотрят, чем это дело закончится. Потому что у них очень много проблем. Можно ли сделать все-таки такой-то я согласен с ним, что самым последовательным борцом с фашизмом являются социалистические страны? Сейчас? Нет, вообще. Вообще да, конечно. Но на данном этапе. Они пока в эту борьбу… Вот скажем так, обратите внимание… Мунин-баллистическая Россия, правильно? Самый последовательный антифашистский боец сейчас это антифашистский. Не последовательный… Мунин-баллистическая Россия. Нет, не последовательный… Насчет последовательности я не знаю. А насчет того, что она наиболее действенным борцом является – это факт. Действительным борцом. Потому что все остальные, тот же Китай, ограничиваются пока заявлениями в поддержку действий России. И ограничены заявления, что да, правильно, и в Сирии поддерживаются эти действия. Но не более того. Поэтому никаких, вы видите, даже вложений соответствующих, экономических или военных, нет. Причем причина. А вдруг в России у нее ничего не получится, зачем туда полезем? Но можно понять, что эти слабые страны социалистические, которые рискуют потерять то, что они завоевали. Так что они сейчас будут ввязываться между борьбу за буржуазную демократию против фашизма, которая идет между Соединенными Штатами Америки и Россией, да? А и потеряется социалистическое государство. Вот они не хотят рисковать. А вы им посоветуете начать рисковать? Я не знаю. Я бы тоже не брался советовать. Прямо так вот начать бороться. Там сейчас будут оттуда, с Китая, поедут вот сюда, на этот театр, здесь бороться. И решать судьбу буржуазной России. Не будут. Еще вопросы? Еще один. Можно я немного вопрос, и потом я, Микор Ильича, еще там. Национально-освободительное движение, скажем, можно ли к этому национальному движению отнести Талибан, ИГИЛ или еще какие-нибудь... Ну а что вы смеетесь? Нельзя к этому движению. Можно ли опять-таки и государство Иран, там Ирак пытается что-то, хотя мы знаем, что он, конечно, под битой находится, но все-таки, вот, скажем, такие, ну, крупные капиталистические... А хотя бы про Индию сказали, что Индия и Иран, в принципе, да, это одно и то же. Ну, Индия, ну, а какой там национальный... Сейчас они, в них там нет национально-освободительного движения, они укрепляют свое государство буржуазное, развивают свою экономику, бурно развиваются, с большими, хорошими, высокими темпами. Поэтому какое там особенное национально-освободительное движение? Никакого. От кого освобождение? Они освободились в свое время от колониальной зависимости. Приобрели английский язык, как второй язык, и, так сказать, действуют. Поэтому особенного национально-освободительного движения не наблюдается. После того, как уже колонии нет. Сейчас в других формах при империализме вас душат экономически. То есть, как вы будете бороться с национально-освободителями? Вот у нас, вот, скажем, если бы вы освободились от сапсанов и этих, своего бы машиностроения, это было бы национально-освободительное движение. Но с другой стороны, от чего вы особоитесь? Ну, вы особоитесь от иностранного капитала. Вам на шею сядут русские капиталисты. Вам русские приятнее, капиталисты? Может, и приятнее, но не на много. Причем те, может быть... Я знаю, что вот когда закрываются американские предприятия у нас, в России некоторые фирмы, дают 12 откладок. А когда наши предприятия, дают 2. Или вообще ничего не дают. Вызывают и говорят, вот пишите по собственному желанию. Поэтому у нас этот еще и жадный русский капитал. Поэтому не знаю, вам он нравится, мне не нравится. Еще вопрос, пожалуйста, Петр Акадьевич. Выголос. Вот отталкиваясь от тезиса, что новая форма эксплуатации, экономическая, прежде всего, колония, почему вы к антиимпериалистической борьбе и силам не отнесли и латиноамериканские страны? Венесуэла, Боливию, Эквадор, ну и все эти самые. Ну, так сказать, вот их борьба состоит в том, чтобы себя удержать. Вот в таком виде, в каком они есть. А в чем их сейчас состоит борьба? Экономическое положение Венесуэлы тяжелейшее. Вот, рассчитывать им на помощь России, ну да, но мы им автоматы 100 тысяч продали. Ну, мы вернемся. Чавес, предположим, жив вот на этом периоде. И хоть чавес, он что может сделать там? Это отсталая страна, в которой в основном мелкая буржуазия. Там нет даже серьезного капитала. Поэтому она серьезно противостоять Соединенных Штатам не может. Вот я смотрел, скажем, структуру собственности. Вот структура собственности такая, скажем, канадская собственность, на 60% американская. Латинская, в Латинской Америке. Это вот не по политическим вопросам мы смотрим, а там же крупные компании, они по-прежнему действуют. Они с них требуют больше денег. Ну, как в Ливии. В Ливии чья промышленность была нефтяная? Ну, вся иностранная. Поэтому захотел Каддафи получить больше процентов, его прогнали, а страну уничтожили. Поэтому и там такая же картина. Где вы там, как может вести серьезную антиимпериалистическую борьбу то государство, у которого нет прочных экономических основ. Ну, у кого там? Ну, Бразилия более-менее. Она начинает стыковаться с кем? С той же Россией, с теми из ЮАР, с Китаем. Вот эти страны БРИКС, вот они сплотились. А что, инициалов какую-то мощь добавляет экономическую к этому? Нет. Кто еще? Аргентина добавляет? Ну, есть там серебро, можно добавить. Но сказать, что там она какую-то серьезную роль играет в экономике. То есть, как раз говорить о серьезной борьбе, вот все вот эти анти-лозунги, они довольно пустые. Вот созидательного лозунга, там один может быть. Какой лозунг может инициализм? Строить капитализм? Потому что социализм там не построен, без диктатуры. Никто там не обессобирался ее устанавливать. Социалистической революции там не было, и рядом не стояло. А говорить о социализме, так и Альен договорил. Разговоры про социализм ничего не значат. И в свое время у Брежнева приезжали и выпрашивали. На научный социализм. У нас, говорят, в Сомали научно-социализм. Дайте денег. Давали под это дело. У нас работали в университете студенты. Мой папа работает король. Сколько угодно было. А деньги давали под это дело. Сколько денег? Потом говорят, что давал Советский Союз в долг, это мы списываем с вами. С легкой руки и кудрина. Посписывали долги. Никто не должен. Надо сказать, в России всех кормить, всех давать. Так что никакой особенной борьбы там нет. И не может быть. Из Антии никакой борьбы не получать. А вот за социализм борьба получается последовательная. Вот если мы строим социализм, мы будем бороться с теми, кто будет мешать строить. Вот будут мешать строить социализм в Китае, Китай будет бороться. А будет ли он бороться, если будут нарушать демократические права в Сирии? Ну, если там есть Россия, мы ее поддержим. Мы напишем резолюцию. Похвалим, скажем, молодцы. Давайте еще. Работайте. Ну что, достаточно вопросов. Спасибо. Телекольным выступлением. Кто желает выступить по этой злободневной и острой проблеме? Пожалуйста. Запишите. Вы первый. У вас антиимпериалистическая позиция? Да. Давно. Давно. Я бы хотел во первых словах напомнить, что мы изучаем теорию и разбираемся в теории этого вопроса и вспоминаем признаки империализма. Не просто для того, чтобы, так сказать, сами отметили теорию, а для того, чтобы правильно применить теорию к оценке сегодняшнего дня. разобраться в тех или иных событиях и вот на практических примерах посмотреть, где, так сказать, мы правильно оцениваем, значит, где мы там ошибаемся, в том числе ответить на многие аргументы, которые в наш адрес раздаются по тем или иным делам. Вот мы за последнее время, в том числе, значит, на наших занятиях в прошлом семестре, да даже, может быть, раньше, частенько сталкиваемся лбами и мнениями, аргументами по поводу того, вот, в России она уже империалистическая страна или нет? Значит, она, то, что она капиталистическая, всем понятно, да? Но я бы вот во первых аргументах хотел бы отметить, что даже если Россия сегодня не империалистическая страна, да, вот уже еще нет, то это не зачеркивает того, что российский капитализм может быть очень и очень реакционен во внутренней политике, да и во внешней, так сказать, и это мы чувствуем на своей школе. Там, например, можно провести 93-й год и всякие трудовые законодательства и прочее, прочее. Вот это раз. То есть, вот здесь одно другого не исключает. Второй момент. Значит, я думаю, что если Россия значит, сегодня и не империалистическая, вполне, то есть с точки зрения готовой империи назвать, где у нее вот эти самые колонии и прочее, может быть, тяжелее, но она по этому пути значит, движется, а главное, что она имеет аппетит в эту сторону, однозначно. И это проявляется значит, и в практических делах. Вот посмотрите, уже 10 с лишним лет, например, пробуксовывает идеи так называемого союзного государства. нам бы казалось наши братья в Беларуси, мы же тут один народ, да мы там почему нет? Очень просто, потому что мечта российского капитала более крупного, более ушлого, более, так сказать, хищного это проглотить то, что есть в Беларуси, то, что батька Волгашенко пока кто-то удерживает и пустить, так сказать, лаком и высоким. Поэтому пока не получается. почему с Крымом получилось? Потому что более 50% собственности значит экономики Крыма оно и так почти принадлежало российскому капиталу. Поэтому при благоприятных условиях действия так сказать президента и власти были более решительными и Крым наш. значит можно провести другие примеры молодой он еще хищный капитал российский но он в сторону империализма дышит конечно безусловно и на Украине интересы вполне конкретные так сказать и в странах в Иране в Ираке и атомную электростанцию строят и в Турции собирались вложить капиталы и построить так сказать за свой счет потом эксплуатировать и много где еще чего то есть значит и это неизбежно потому что любой капитал лизом он мечтает выпиться наверх стать крупным и террористическим значит Россия в этом использует свои так сказать преимущества и даже помните появился термин президента что мы энергетическая империя правда это вылилось к сожалению что как раз да сырьевой империи они вроде и становятся а как империя крупная настоящая так сказать мощная здесь идет деградация и прочее но значит это я к тому что вот этот вопрос мы и дальше будем отслеживать если будем аргументы так сказать подкачать и так далее но вот переходя к тем значит событиям и вопросам которые из теории мы оцениваем и где вот мы испытывали трудности или наоборот испытывали так сказать гордость за собственную позицию и слышали у броки свой вот этот очень важный момент что значит ленинская теория империализма которая вырастает из закона неравномерного развития показывает что действительно концентрация капиталов и она приводит к тому что кучка грабит весь остальной мир а вот сейчас мы встречаем аргументы да нет слушайте это не совсем так что сегодня все страны живут в условиях грабит эту кучку монополии везде финансовый капитал во всех странах поэтому чего вы так намерены а ведь без этого понимания невозможно объяснить те события которые происходят сейчас те которые уже разгромили Югославия Ирак Ливия и прочее на Украине те события которые сегодня происходят ведь если бы не интересы Соединенных Штатов других интересов там не просматривается эти всякие мелкие национал бендеровский и прочих херомон это все вонючие силы интересы США просматриваются прежде всего их интересы в том числе интересы вбить клин между Россией и Украиной между Россией и Европой значит усилить свои позиции в Европе все это отсюда вытекает то же самое сегодня в Сирии как идет и вот понимая это дело мы так или иначе оцениваем те или другие события при этом слышим свой адрес очень часто аргументы вы делите империалистов или капиталистов на плохих и хороших и занимаете сторону вполне определенных в данном случае российских вот такие упреки мы слышим ну ладно там от наших леваков типа значит там части левого фронта всяких там левоватых но в том числе наши хорошие товарищи о греках мы иногда такие от бельгийцев от тех еще от некоторых других вот здесь мне кажется очень важно подчеркнуть что мы никогда ни в коем случае не занимаем позицию поддержки своего ли отечественного империализма или там какого-то другого мы каждое конкретное действие оцениваем в каждый конкретный момент который и если было принято решение по Крыму мы сказали что это правильное решение потому что оно помогло реализоваться той самой воли которую высказало население Крыма и под той угрозой которая исходила со стороны значит украинского фашизма уже имеющегося если сегодня Россия оказывает помощь в Сирии то мы признаем что она оказывает эту помощь не из благих побуждений не как Советский Союз есть там интересы российского капитала очень крупные но сегодня эта помощь она в интересах трудящихся Сирии и в интересах борьбы с этим наступающим фашизмом который там есть и это плюс поэтому если власть капиталистическая что-то делает это не значит что мы однозначно против если бы предположено Путин поддержал бы поправку по 134 закону мы бы наверное сказали что в данном случае это положительное решение которое принято под действием той борьбы которую мы тут развернули но поскольку борьба пока хилая то он решение и принял гоник и поправку будет борьба подержим значит и еще один момент значит конечно значит сложный момент там по Китаю отсидеть как чего но нельзя не замечать конечно и проявлений которые значит китайский капитал на международной арене арене значит уже показал в каждом том же журнализме расстрел рабочих произошел а капитал там китайский на этих самых нефтепромыслах те же забастовки докеров в Перее против там реакционных действий и уже китайский капитал там в греческом порту действует по этим значит направлением поэтому конечно там мы с тревогой следим и надеемся что там могут победить положительные тенденции это вопрос кто кого решится в пользу народной власти или социалистического направления но может быть и наоборот пока мы знаем что Китай на втором месте по количеству миллиардеров в мире а все на третьем но вместе они еще в Соединенные Штаты далеко не в состоянии переплюнуть потому что поизвестно поэтому вот ленинскую теорию империализма значит необходимо просто изучать в последнее время мы убедились что те люди которые с нами недавно признавали что ленинская теория империализма точно вполне точно описывают сегодняшнюю действительность и объясняют вдруг так сказать пришли к выводу что ленинская теория она правильно описывала на тот момент когда ленин писал эту работу а сегодня по другому сегодня несколько не так поэтому придется нам в ближайшие вновь и вновь к этому возвращаться и теоретически работать и писать ну и на практике каждый раз спасибо спасибо кто еще желает выступить пожалуйста короткое выступление я в целом против вот той концепции которая подразумевает что кучка переродилась в одну страну вот теперь кучки нет империалистических стран есть Соединенные Штаты Америки оно все диктует и проводит такую политику империалистическую это не так потому что тоже те же самые страны ЕС они участвуют и от этой политики они тоже получают прибыль монополию от этих стран если бы они эту прибыль не получали если бы они не участвовали в гребеже в тех же странах Африки и Азии то я думаю что они бы не поддерживали Соединенные Штаты конечно США главный акционер он главный капитал и прибыль распределяется по капиталу он получает наибольшую он застрельщик но все таки нельзя сбрасывать со счетов эти страны это первое второе всегда есть межимберистические противоречия есть группа стран есть другая группа которая тоже хочет которая не включили пока в грабеж которая туда хочет попасть и тоже так сказать получать свои вот эти тенденции они тоже присутствуют и наша задача использовать эти противоречия эти трещины и вот Россия как раз одна из этих стран которая рвется и которая ну по неволе объективно выполняет позитивную роль на данном этапе это не значит что на следующем этапе она не будет реакционна но на данном этапе надо использовать это здесь я согласен с Виктором Аркадьевичем спасибо начиная с прошлого года ситуация входит потихонечку туда-туда где уже начинаются конкретные практические решения началось это с переворота на Украине фашистского который напрямую затронул и Россию в том числе ну и Украину которая тоже по большому счету Россия и в общем-то сейчас уже надо конкретно решать что делать куда идти и как действовать потому что если раньше были больше разговоры ну а сейчас уже становится пахнет жареным и близко и развитие ситуации там и в Сирии и возможно будет развитие ситуации и у нас в Средней Азии и в Мордавии там события назревают и в Бактике там довольно серьезный контингент американский высадился по возможностям вполне сопоставимой с возможностями западного военного округа то есть там мы в общем-то входим в ситуацию что называется ну и плюс ситуация в России когда ну назревают события определенные вот и вот в этой связи существенная позиция а что делать куда идти с кем маркироваться и так далее и как на все это смотреть и в этой связи вот буквально вчера появилась статья в интернете греческих товарищей военно-политическое уравнение в Сирии греческих товарищей мы я помню читали еще ехали в Саблина в машине читали дократ вот не этого Левогеноса кстати чей-то дократ который написал эту статью и мы обратили внимание это года 2-3 еще там и назад что он как-то ну очень осторожно там очень аккуратно говорит о роли Соединенных Штатов он говорит это страна названно прямую как-то так вот очень обтекаемые формулировки как вот бывает милиция там прокуратура журналисты пишут что бандитов не загиб серьезно и вот тут разразились товарищ Левогенос ну на мой взгляд достаточно гнусный и статьей и ревизионистской и в общем-то поддерживающий самые негативные тенденции и здесь в общем-то даже не знаешь до чего докопаться во-первых тут прямую уранье пишется Россия все чаще использует военную силу за придерами своих границ она прибегает не в Мордовии в Приднестровском конфликте в Таджикистане Грузии на Украине ну в Приднестровье в Таджикистане в начале 90-х годов тогда в общем-то откровенно фашистские эсиры выступали против Приднестровья и в Таджикистане где эти демократы поднялись и Россия Тимур Гайдар как пример министр правительства он туда посылал вооружение в Таджикистан когда эти демократы там уж не власть взяли в Душанбе и несмотря на это здоровые эсиры все-таки поднялись в Таджикистане в том же и погнали демократов из Душанбе и надо сказать что Россия 201-я дивизия и база соответствующая они там неоднозначную роль тогда сыграли то же самое Лебедь в Приднестровье он там неоднозначную роль далеко сыграл туда Макашов был и там могло все совсем по-другому заиграть ну это так сказать это во-первых вранье то что здесь написано ну а потом оказывается там не людей резали в том же в Таджикистане не террор творили те же фашисты по сути в Приднестровье в 92-м году оказывается там вот Россия прибегла к военной силе вот и вот такие вот вещи здесь есть вещи напрямую солидаризирующиеся с корзкистами во время Второй мировой войны например тут вот сказано что вопрос не в фашизме а вопрос в том что и там капитализм и там капитализм троцкисты один к одному как бы это использовали что вот дескать и Черчилль антикоммунист который интервью организовывал против советской страны и Рузвельт там расстреливал марши городных на Вашингтон а теперь вот кровавый Сталин с ними повелся хотя и там капитализма в Германии капитализма принципиально в это значение не имеет какой капитализм здесь победить кого поддерживать это вот тоже здесь сказано и вот с такими вещами мы должны уточнить следующее международное право также является частью буржуазного права то есть как бы не надо с международным правом выступать не надо вести антиимпериалистическую борьбу потому что будешь вести антиимпериалистическую борьбу будешь не побеждать сам империалистом будешь и вот это вот такое вот и все вот эта статья такими вот вещами пронизана Это приводится к доводу о том, что США во внутренней политической жизни соблюдают некоторые демократические формы А во внешней политике проводят политику фашизма А отсюда возникают призывы к созданию новых антифашистских фронтов Такой анализ, сознательно или нет, оходит страну, единый классовый характер внутренней и внешней политики в каждом государстве То есть, ну, есть, конечно, классовый характер И здесь не надо, говорит Ну, вот Америка, конечно, сильна И сильна она и в России в том числе Если мы говорим о монополиях в России, то здесь уместно спросить, а чьи это монополии? Насколько российская монополия Газпром? Ну, вот я, например, не знаю Сбербанк, крупнейший российский банк, он вообще, говоря, антироссийскую политику проводит Чей в России крупнейший производитель энергетического оборудования? Это вот РМЗ, электросира, это мы все знаем И какая там политика ведется И, в общем-то, даже вот в высшей школе Это государственные предприятия и все Там совершенно открыто гранты получают от американского консульства Возят за рубеж студентов Причем, если бы еще их там учили передовым достижением Американской в области науки и техники Их там учат, как американские флаги развиваются, как американская жизнь идет Совершенно открыто, наградо, откровенно это делается Гнобятся на научные разработки военного характера Но совершенно, в политехническом университете там совершенно откровенно проводится это И президент награждает вектор Рудского орденом заслуги перед отечеством первой степени Но народ это понял так, что отечество первой степени, это, видимо, все-таки Соединенные Штаты Вот, и отсюда вот такое вот Вот, и это, иногда тем ерничают, что, вот, дескать, там у нас тарифы ЖКХ поднимают Тут Обама виноват Ну, вообще говоря, а в чьих руках реально вот ЖКХ Где сидят эти, куда деньги текут, какие обшоры И кто это все прикрывает, это, вообще говоря, большой вопрос Здесь ни в коем случае не надо впадать, конечно, в эту Федоровщину Проводить пикеты, что Путину требуем парномочий Тут возникают аналогии с известным танцором У Путина очень много парномочий Он не использует, я думаю, и десятой доли, и сотой, может, даже, из того, что у него есть Вот, но, тем не менее, то, что сейчас, к сожалению, говорить о том, что Россия какая-то там империалистическая страна Это не приходится Ну, и вот тут еще вот в этой работе, напоследок, вот Тут на Ленина ссыраются Что вот Ленин, они пишут, греческие товарищи Никогда не призывал коммунистов содействовать укреплению государственного политического капитализма Одна из первых больших работ Ленина Это развитие капитализма в России Конечно, она не призывает коммунистов и социал-демократов тогда укреплять капитализм в России Но она, вообще говоря, раскрывает гроза, в том числе и социал-демократам, на то, что развитие капитализма Это явление прогрессивное, это явление напрямую соответствует интересам рабочего класса А те, кто выступают против капитализма с позиций реакционных Как там на родовольцы, а еще эсеров не было как таковых Те тянут назад Это вот крупнейшая ленинская работа Она, сказать, что на поддержку капитализма нельзя Капитализм поддерживать не надо И там, в России он не падал Но, тем не менее, она показывает, что развитие капитализма Развитие крупного производства Напрямую соответствует интересам рабочего класса И на конуне октября Ленин выступает с работой Грозящая катастрофа и как с ней бороться Где вот некоторые говорят, что вот все это вместе Возможно, то, что он там, весь комплекс мер, которые он там предлагает Возможно, только при социализме Но, тем не менее, каждая отдельная мера Которая, уверен, там предлагает по банкам, по промышленности и так далее Она вполне не выходит за рамки капитализмического способа производства Ничем не выходит И как бы он дает советы временному правительству Как бы его даже поддерживает Вот вы сделаете это, тогда, так сказать, удержитесь у вас Не сделаете, ну тогда извините Вот это вот надо понимать и не тянуть здесь назад И, конечно же, напрямую интересы рабочего класса России Они связаны с борьбой против американского империализма Потому что эта борьба, ко всему прочему, ведет к развитию отечественного производства Пусть даже оборонного И она способствует количественному и качественному росту рабочего класса Это вот, я думаю, факт, который является фактом Спасибо, можно? Ну давайте, последнее выступление Я не очень, я буквально пять минут Я принципиально не согласен с предыдущим оратором Вот на сцене ленинской работы В следующей катастрофе Я ее недавно опять перечитывал И, конечно, Ленин указывал там эти меры, которые надо предпринимать Но он подчеркивает, что без того, что рабочий класс возьмет власть в свои руки Ничего это невыполнимо Ни национализация банков и не прочее Я не помню еще какие меры Конкретно я по банкам Поэтому давайте уж Ленина все-таки, так сказать, внимательно читать И не будем ему приписывать какие-то другие слова Нет, 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 я смотрю, да Не будем ему приписывать, так сказать, укрепление Но вы сказали, что он выступал за укрепление Вы сказали, что эти меры выполнимы без революции Не выполнимы без теоретических По национализации банков Вы читайте Ленина У Ленина так сказано Я читал Ленина, как раз конкретно я читал Вы вылезли, да? Давайте, 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 все прочитайте Давайте специально проведем занятия по этой теме Не надо специально Вы прочитайте, а потом решите Да я читал, да Ну, в общем-то, приписывать Ленин, что можно сделать национализацию Но вы выписываете Это вы приписываете Что можно сделать без того, что рабочий власть возьмет Власть 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 Давайте договоримся Так, и еще, так сказать Вот товарищ Маленцов выступал и сказал, что он не согласен с Михаилом Васильевичем Но на самом деле он подтвердил, в общем-то, что существует центр силы США Что его существуют младшие, так сказать, партнеры Европа Ну, а для доказательства это очень просто взять Можно посмотреть товарооборот, можно посмотреть экономики И тогда будет видно, так сказать, кто центр силы, кто, так сказать, на вторых ролях Где есть другие еще силы Все это же есть в открытой печати, так сказать, пожалуйста Вот, наверное, из этого надо исходить Спасибо Докторый был привилит Нет, я просто не привилит Я по СМИ Иван Михайлович уже прочитал ту статью А многие не знают, о чем речь идет Я бы все-таки хотел с Иваном Михайловичем немножко сглавить это дело Что, кстати, это элементы оппортунизма Но говорить, что она, типа того, что, знаешь, конусная, там, это самое, это не нравится Пока Значит, мы все-таки исходим из того, что товарищи еще заблуждаются Что еще они не окончательно, так сказать, там и так далее И вообще надо понять, вот откуда у них это исходит Почему они так, вот, ну, как бы против тезиса антиамериканской, что ли, борьбы Потому что у них очень сильны всякого рода левоопортунистические партии Которые на этой теме все, так сказать, настроения Все голоса на выборах, что для них чрезвычайно важно Уводят в эту сторону Они выступают анти-ЕС, антиамериканизм, Сириза это самое, которая на этом все делала И получается, что, значит, вроде на борьбу со своим капитализмом Со своими, так сказать, господами, со своим правительством У них и не остается А у них своего и нет Вот отсюда у них это самые заскоки Ну и плюс непонимание целых ряда вопросов Поэтому сразу клеймо ставить не будем Что это гнусная, вредная, некоммунистическая статья Раз Во-вторых, будем готовить ответ И рыбу поручено готовить мне Поэтому, Иван Михайлович, я вас приглашаю к сотрудничеству Давайте И пока это наш с ними теоретический спор А в споре, так сказать, теоретическом Значит, ругательными словами и голосованием мало чего решается Нет, это достаточно принципиально Можно еще по-двосту скажу Одну минуту Одну минуту, значит Вот это в корне неправильно, не видится политика Что если кто-то из буржуазных партий говорит что-то правильное То мы вот обязательно должны сказать что-то против них Пусть неправильное, пусть голоса там от нас уйдут Но мы вот скажем не так И меня вот в этом смысле немножечко уберу Последнее в прошлом году Последнее в прошлом году передача по левому краю С товарищем Кузьминой Где товарищ Батов, значит Рассказывает, как, значит Путин кровавый Там его там представители Пригласили его в оргкомитет по фестивалю 2017 года молодежи студентов Который будет в Москве Но, значит, тверд был товарищ Батов И твердого звучара его нет И это вот Ко всему прочему Это о чем говорит Ну что если войти в комитет В оргкомитет по фестивалю Это же возможность большая пообщаться Приедет мародеж Из того же Китая Из того же Вьетнама Там будет возможность узнать Что у них там происходит Те же курды там могут приехать Что у них там творится Как они свои органы власти строят Там еще откуда-то люди приедут И нет интереса к этому И нечего сказать Вот товарищам комсомольцам Нашим, я думаю И вот это вот беда большая Мы начинаем растекаться Давайте включить на слово Последние выступления Показали, что По тем тезисам Которые выдвигались в докладе Особенных возражений нет Единственное конкретное возражение Было у товарища Маленцова Ну я думаю Что оно такое В общем-то разумное вполне То есть надо вот это обдумать Вот скажем Я говорил о кучке Но вот кучка бывает По-разному структурирована То есть у нас была кучка государств Которые еще между собой конкурировали Это было до Второй мировой войны Потому что в Первую мировую войну Решалось кто главнее Кто победит И в этой кучке Вот не было кучки такой однородной Потому что Была грязня не на жизнь А на смерть И эта грязня По итогам Первой мировой войны Продолжилась Во Вторую мировую войну На себя Германский капитал Хотел эту роль возложить Быть, так сказать, главным В этой самой кучке Империалистических держав Он проиграл И я думаю Что это не случайно Боролись с фашизмом В Великобритании И Соединенные Штаты Америки Они не только хотели Сохранить демократию Они еще решали вопрос Кто в этой кучке Самый И все знают Что из этой войны Второй мировой Все страны Включая и Советский Союз И Германию И все остальные Кроме Соединенных Штатов Америки Вышли с долгами А американцы Вошли с долгами Вышли без долгов И обогащенные И вот с этого периода Они В этой конкурентной борьбе В этой кучке А кучка это какая Это кучка конкурентов Это же империалистические страны И каждый из них И я совершенно согласен С Виктором Аркадьевичем Страна никакая не империалистическая Она никого там не подавляет Ну а мечтает Вырасти в настоящую империалистическую державу И начать Действовать Как Соединенные Штаты Америки Это вообще характерно Для капитала Капитал стремится К господству К самовозрастанию А в условиях неравномерного развития Он мечтает Что вот оно же неравномерное А вдруг вот нам поведет И мы начнем И получится А у него все отбирает И отбирает А мечтать он все равно мечтает Поэтому эти мечтания мелкие буржуа Мечтает стать буржуа А буржуа мечтает стать Этим самым капиталистом Империалистом И стать олигархом И это так сказать Совершенно естественная мечта Я думаю что Вот мы сейчас уже Просто подводим итоги Этого дела Мы говорим о том Что вот по итогу Что получилось Получилось что в этой кучке Появился Главный такой игрок Который командует всеми Но некоторые вот товарищи Вот я иногда с такой С тоской слушаю Когда начинают рассуждать О мировом правительстве Что вот соберутся Там стоят Но люди должны понимать Что для того чтобы быть правительством Надо иметь армию Армию надо им Военную силу Никакой другой военной силы Кроме американской Такой крупной Больше нет Единственная сила Которая может с ней Хотя бы сопоставляться Это сила России А вот что касается Обычных вооружений Да Ну а это что мало что ли Яверные и ракетные Ну если они не могут Никак заменить двигатели Наши И все на Эти самые вынужденные Наши двигатели Получать и ставить на Атлас То есть я хочу сказать Что это вот ситуация Которая сложилась Тут как говорится Никакой заслуги Нашего капитала Вообще нет Это заплога Советского Союза Что так сложилось И вот выпало А это никак не распилить Ракеты никак не распилить Они бы растащили их По домам Если бы можно было Но не знают как пристроить И никак не знают Как пристроить Так сказать Ядерное оружие Тоже его как бы Можно было растащить Но никак его не растащить Это не растаскивание Богатства Вот в чем дело Все остальное Это растащило Нашу буржуазию Поэтому вот в этой ситуации Я думаю Что тезис о том Что эта группка Теперь сформировалась У нее есть Так сказать Командующий И командующий Или пахан Этот Обладает достаточной Не только экономической Но и военной силой Которой он пользуется так Кто Он же пользовался После событий 11 сентября Как Кто не пойдет с нами Тот будет наш враг Не так что Кто не с нами Тот Мы не против него Нет Кто не с нами Мы против него Мы его уничтожать Убивать Вот как стоит вопрос И так ставят они вопрос И это все ощущают А они противопоставят Что Япония может противостоять А у нее хорошо с экономикой Но она без армии Германия Она тоже без армии Франция Ну что Сравните Францию И Соединенные Это вот Сравнимые величины Поэтому Я думаю Что все таки Я думаю Что надо согласиться С тем Что вот в этой группе Есть Наиболее Крупная фигура Которая Разумеется Не мягко руководит А руководит Как руководят При капитализме Силой Силой Пугает Пугает Заставляет Вот Собираются Вроде настроились Звонок из Вашингтона И уже все меняется А если бы не было Этой военной силы Ну может быть Плевали бы они На эту Америку Она пусть богатая Она там за океаном Как за океаном Прилетят Приедут Приезжали Показывали Все это демонстрация Идет постоянно Еще демонстрация силы Вот в чем дело Демонстрируют постоянно Что будет с каждым Поэтому я думаю Что вот Я все таки призываю И с этим тоже согласиться Потому что это вот К сожалению так И мы должны это вот Понимать Как сейчас это устроено Поэтому Как говорится Нам еще повезло Мы могли бы ожидать худшего Потому что То что было при Ельцине Когда у нас В каждом министерстве Сидели просто Американские советники И под диктовки Этих американских советников Все делалось А такого счастья Чтобы у нас Так сказать Закрывали Некоммерческие организации Через которые Шло финансирование Антироссийских сил В интересах Просто иностранного Импроволитического капитала А не просто Они там оппозиция Никакая не оппозиция Это те же самые капитали Только иностранные Поэтому Иностранные капиталисты Ведут свою конкурентную борьбу Мы не должны Ругать Американский капитал За то что он действует Как капитал Ну только если он капитал Он должен душить Душить своих Конкурентов Он и душит Поэтому Каких-то претензий иметь Странно было бы Поэтому А если вы еще Вдобавок Так сказать Сами тоже ориентируетесь На то что Самим стать Поэтому они У нас мечтатели Много Хотят быть в таком же положении Как Соединенные Штаты Америки И хотят быть олигархами Причем он безработный Могут быть С такой мечтой Мечта жизни Перестать быть безработным На работу не пойти А сразу стать олигархом Поэтому на этом фоне Удивляться тому Что вот эти настроения Очень сильны Не приходится И у нас очень много Поддерживающих Этот самый иностранный капитал В том числе В нашем правительстве И в руководстве И в голове товарища Путина Такие мысли есть Хотя у него другие мысли В другую сторону идут И это может быть и хорошо Что у него хоть Противоречия есть в голове То есть сегодня скажут Одно, завтра другое Скажут одно А послезавтра другое Ну вот уже объяснил Товарищ нам Абунсмен Товарищ Титов Что вот Команда делает И вот Значит пока команду не разгонят Вот и будет такая беда Поставь другую команду Разогнать боится Думает Я сейчас разгоню Меня выгонят Так что вот такая там Это же люди сидят На этих должностях И ничего другого Не могут делать Так Спасибо большое Товарищи за внимание Это очень трудная И большая проблема И в общем ее трудно готовить И трудно излагать И поэтому Я думаю что нам Эту тему надо обдумывать И я вот скажем Считать что тут все Абсолютно все ясно Уж никак не Не сказал бы Что тут все ясно И поэтому я С большим вниманием Выслушал все Замечания Что они требуют Все обдумывания И рассмотрения Спасибо большое АПЛОДИСМЕНТИВ Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!